Всем привет! В этом видео поговорим о том, что страны G7 назвали Китай враждебной силой, помогающей России. Газета New York Times сообщила о том, что сотрудники американской администрации начинают склоняться к мысли о том, что Китай сильно изменил свою позицию относительно украинского конфликта и начинают все активнее поддерживать в нем Россию. На эту мысль американских чиновников натолкнули недавние действия председателя КНР Си Цзиньпина. Американские журналисты напомнили, что китайский лидер в прошлом месяце летал в Венгрию и Сербию и назвал эти страны ключевыми партнерами Китая, пообещав им многомиллиардные инвестиции. Обе указанные страны, расположенные в сердце Европы, станут частью китайского транспортного проекта. Один поезд один путь, сухопутная часть которого должна пройти через территорию Украины. Для всех стало очевидно, что лишь полный контроль России над всей территорией Украины позволит обеспечить беспрепятственный транзит китайских товаров в Европу. По задумкам китайского руководства, китайские товары по завершении российской СВО начнут в большом объеме поступать в ЕС через территории Словакии и Венгрии. Покушение, совершенное в мае месяце на словацкого премьера на время отложило визит ФИЦО в Пекин. Однако он все же состоится в июле этого года. Об этом сообщили в канцелярии словацкого премьера. В ходе указанного визита власти Китая анонсируют многомиллиардные инвестиции в модернизацию транспортной инфраструктуры Словакии. Понятно, что Словакия, Венгрия и Сербия планируют в будущем зарабатывать на транзите китайских грузов в Европу. По этой причине они начнут еще активнее препятствовать поставкам западной военной техники через свою территорию на Украину. Осознавая все это, президент Байден на недавно завершившемся саммите G7 сумел убедить сателлитов в том, что Китай следует официально признать враждебной силой усилить на эту страну санкционное давление. В результате в итоговом коммунике по предложению американской страны появился пункт, в котором страны Большой Семерки выразили глубокую озабоченность растущей поддержкой КНР России, предупредив Пекин о возможных негативных последствиях. Китайский МИД оперативно отреагировал на это, назвав заявление западных лидеров дезинформацией.